Здарова, меня зовут Дигл. Что-то в последней главе One Punch Man как-то немножко поменял свое направление, да? Я тут пришел комедию смотреть или как Геннесса убивают. Гару взял и вырвал его сердце. Ну нормально вообще, нет? Ты посмотри на него, стоит такой довольный, мы не можем этого просто так оставить. Надо показать этому космошкольнику, что такое настоящие жестокие смерти. И поэтому я составил списочек из 12 самых, на мой взгляд, жестоких смертей One Punch Man. И я так понимаю, тебе больше нечем заняться, кроме как посмотреть на этот списочек. Погнали. Сразу же в первой серии аниме Крабланты очень жестоко умер от атаки галстуком Сайтамы. Челику внутренности вывернули наизнанку через глаз. Ждем, когда с Гару сделают то же самое. Также совсем недалеко от этого, в начале первого сезона, какого-то рандомного вора захавали комары. И конечно отсос от комарихи звучит может быть не так уж и негативно, но согласись, на месте этого челика ты бы оказаться не захотел. А в конце сезона Борос умер от серьезного удара Сайтамы. Учитывая сколько до этого он рона на себя получил, плюс теперь в него влетел серьезный удар и у него закончилась регенерация и он валялся половинчатым куском. Хотя можно сказать, что это примерно то, чего он и хотел, но я не думаю, что может быть в таком виде он этого хотел. Уже во втором сезоне Стоглазый Осьминог умер очень жестоко. Сначала на него нападали герои, его много ранили, потом Флэш проткнул ему все глаза. И затем его в шарик скрутил этот сумаки заживо. Этот монстр явно не слабо настрадался перед тем, как отойти в мир иной. Но может быть даже хуже приходится монстрам, которые связываются со свинобогом. Потому что он их съедает заживо. Причем не пережевывая, а просто проглатывая как змея. И это явно не очень приятный способ помирать. К слову, не он один таким промышляет, ведь Орочи у нас тоже захавал одного, по крайней мере, монстра, пробужденного таракана. И мало того, что этот челик сам себе отрезал ступни, чтобы сбежать от Геннесса, так потом его еще и проткнули и заживали насмерть. Учитывая, что он себя, наверное, ощущал преданным и очень напуганным перед смертью, участь не из удачных. В принципе, как и у безымянного работника Ассоциации Героев, когда в него вселился Дестрахлоридиум. Мало того, что на тебя нападает монстр, который тебя убивает, так он еще и вселяется внутрь тебя и управляет тобой, а потом твое тело еще и в стенку кидает темноблеск, надеясь, что он к этому времени уже хотя бы был совсем без сознания. А вот Тангаре пришлось через все проходить в сознании и трезвой памяти. Сначала его пронзила насквозь выстрелами злая природная вода, из-за чего он истекал кровью, а потом она его еще и полностью поглотила, из-за чего он начал захлебываться, и затем его все еще в сознании сожрали рыбы заживо. Это, на мой взгляд, вообще самая жестокая смерть в Анпанчмане, потому что она и на человеке, и вот настолько вот жесткая. Вся последняя страничка этой главы, это какую-то жесть. Но дальше еще раз упомянем Орочи, который умер вообще к куче разных способов. Изначально он сразился с Сайтамой и словил от него удар, из-за чего остался весь полумертвый. Потом, когда он начал восстанавливаться, его поглотила Псайкос и сделала из него Псайкорочи. После чего его атаковала куча героев, его всего разрезали, повзрывали и как угодно. И потом Тацумаки сделала из башни копье и проткнула его совсем уже насмерть. Но богу этого было мало, и может быть из его материала также была создана многоножка-мудрец. Вообще замечательно. Бедолагу буквально перемололи в кашу, так ему и надо за всех монстров, которых он поглотил, которых я сюда не включал, потому что ммм. Дальше уже на поверхности Занбай умер от кислоты блевотного фюрера. И хотя его смерть была не очень долгой, но она была от кислоты и явно не мгновенной, потому что мы успели увидеть, как он отреагировал на эту кислоту на своем лице. Но чтобы получить эту кислоту, немного до этого фюрер порвал зубастика напополам. И даже не просто изнаружи, а изнутри. Представь себе, какие должны быть замечательные ощущения при этом. Но вот еще один кандидат на самую жестокую смерть Ван Панчевна. Это бомж-император, которого заживо высушил бог. И опять же, это произошло довольно быстро, но посмотри, сколько страха в глазах бомжа-императора и как из него вытягивается жизненная энергия. Точно был бы один из самых жутких моментов, если бы не Голозады и Зомби-мен. Но, а, Ван Панчмен, ты жестокий, всегда таким был, че от начинаешься часто париться. И это я еще не упоминал того, что всех монстров разрывает от удара Сайтамы. И в принципе, мое понятие жестокости может быть спорным. Так что это? Как ты думаешь, назвал ли я все, или я может быть что-то забыл, что стоило упомянуть? Пиши в комментариях, если такое произошло, и даже, если видео тебе понравилось. Не забывай ставить лукас, подписываться на канал, у нас в последнее время много новых зрителей, здорово ньюфаги, а также можешь перейти на мой Яндекс Дзен и группу ВКонтакте, я был бы рад. За поддержку на Бусти спасибо Австралопитеку, Пете Макарову, Яки Яки, Виктору Волкову и Каролу 1. Также большая благодарочка всем Бустерам поменьше и спонсорам, которые поддерживают меня здесь на Ютубе. А если и ты хочешь меня поддерживать материально, ты можешь сделать это по ссылке в описании на Бусти. Вещал для тебя, Тигл. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok